Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире телепередача День студента в МЦК ЧМК Часто аббревиатура ЧМК вызывает путаницу Нас путают с ЧМК, Чебоксарским медицинским колледжем СЧЭТК, экономико-технологическим колледжем Поэтому не лишнее сказать полностью Сегодня с вами Данил Тимуков и Данил Кожанов Студенты Межрегионального центра компетенций Чебоксарского электромеханического колледжа И ведущие данные телепередачи Сегодня наша передача посвящена спорту и физической культуре И гости нашей студии это преподаватель физической культуры Диана Андреевич Шалев И обладатель звания Студент года 2019 Номинацией Спортсмен года Алексей Федоров Добрый день! Добрый день! И начнем мы нашу передачу с небольшого знакомства с учебным процессом Давайте поприсутствуем на учебных занятиях по физической культуре В нашем колледже обучается свыше 3000 студентов И обязательным предметом для изучения является физическая культура Занятия проводятся под руководством опытных преподавателей Они следят за тем, чтобы каждый студент был подготовлен и хорошо размят Поэтому в начале урока группа вместе с педагогом проводит разминку Общая физическая нагрузка способствует гармоничному развитию наших мышц и формированию фигуры Также студенты активно изучают массовые виды спорта В ноябре время совершенствовать навыки владения волейбольным мячом И умение работать в команде Физкультура одна из любимых учебных дисциплин наших студентов Ведь на ней можно получить заряд бодрости и хорошего настроения Прежде чем задать несколько вопросов нашим гостям Давайте проведем разминку Как на уроках физкультуры? Но сначала небольшой блиц-опрос Пять вопросов, пять ответов Вы готовы? Да Самое ценное качество мужчине? Диана Андреевич Ответственность Мужество Любимое животное? Диана Андреевич Медведь Алексей? Собака Хорошо Чего в жизни вам не хватает? Всего хватает Алексей? Времени Где вы бы хотели отдохнуть? Диана Андреевич На Алтае Алексей? В Испании Что категорически запрещается? Диана Андреевич Нарушать закон Алексей? Курить и употреблять спиртые напитки Вы прекрасно справились с блиц-опросом Теперь более обстоятельно Диана Андреевич Как вы оцениваете физическое состояние молодежи? На примере наших студентов Ну, нынешнее состояние молодежи сейчас среднее, я оцениваю Это связано с тем, что молодежь нынешняя Больше сидит за компьютерами, за гаджетами, нежели чем гуляет на улице и занимается спортом Допустим, прошлое мое детство Я в основном гулял на улице, играл с друзьями, футбол и разные игры на улице Сейчас же в основном все сидят за компьютерами Я не говорю, что это плохо Но нужно все, чтобы было гармонично И спортзал был, и время для игр У нас, допустим, я заметил такую тенденцию У нас проводится в ЧМК спартакиада И дети, студенты, у которых больше деревенских ребят Выигрывают гораздо чаще, нежели чем ребята городские Ну, чтобы дальше было лучше, и молодежь была более здоровой Я считаю, что нужно заниматься больше спортом Больше гулять на свежем воздухе Все Хорошо Алексей, теперь вопросы вам Каким видом спорта ты занимаешься? Ну, я сам, получается, из деревни И со второго класса я в первый раз стал на лыжи В течение обучения в школе я также занимался футболом, баскетболом, легкой атлетикой Но после того, как закончил школу, я поступил в Чебоксарский электромеханический колледж И благодаря моему физкультурнику он привел меня к тренеру И я начал более профессионально заниматься лыжными гонками И после двух лет занятий лыжными гонками я начал лыжные гонки совмещать со стрельбой И перешел в биатлон И на данный момент занимаюсь биатлоном Это очень интересно Алексей, какие у тебя есть успехи и достижения? Ну, по итогам прошлого сезона я выполнил первый разряд по лыжным гонкам По итогам летнего этапа чемпионата Чуваши Я стал призером первенца Чуваши среди юниоров И на данный момент это самое лучшее достижение в моей карьере Спасибо, Алексей Друзья, а вы знаете, что заниматься физкультурой и спортом полезно и выгодно? А в чем выгода? В чем польза? Ну, например, за себя постоять, девушке в конце концов понравится Время провести полезно, здоровье сохранить Так, а сколько ребят занимаются спортом систематически? Мы провели мини-опрос в нашем колледже Каким видом спорта ты занимаешься? Привет, плавник Сколько лет? Около 4 лет О, это впечатляет, спасибо Каким видом спорта ты занимаешься? Привет, пока я хожу просто в тренажерный зал Ну, это тоже хорошо, спасибо Каким видом спорта ты занимаешься? Привет, я занимаюсь ММА уже 2 года и все Каким видом спорта ты занимаешься? Привет, я занимаюсь вольной борьбой Спасибо. Сейчас мы спросим заместителя директора по учебной части Игольнику Ирину Евгеньевну. А эту загадку, ребят, мы оставим вам. Каким же видом спорта занимался заместитель директора по учебной работе? Правильно угадавший человек получит от нас небольшое вознаграждение. Мы опросили студентов и преподавателей. Большинство из них занимаются спортом. Самыми популярными видами спорта являются баскетбол, волейбол, а также некоторые виды самообороны. А я не понял, каким видом спорта занимается Игольникова Ирина Евгеньевна? А этот вопрос мы оставим зрителям. Каким же видом спорта занималась заместитель директора Игольникова Ирина Евгеньевна? Правильные ответы пишите им в инстаграме под постом об этой передаче. Среди правильных ответивших мы разыграем приз. Хороший приз. По данным нашего опроса, спортом занимается 36% студентов. Каждый третий. Данил, это не густо. Ну, зато я занимаюсь кикбоксингом. А я воркаутом. Это уличная гимнастика. Так это получается у нас отличные показатели. 100% ведущих занимаются спортом на данной телепередаче. И наш вопрос к Диану Андреевичу. Диан Андреевич, где в колледже можно заниматься физкультурой и спортом? В каждом зале, в каждом колледже у нас находится зал, тренажерный зал. Есть также спортивный зал. На улице есть стадион. В них же можно заниматься. Ребята, допустим, у нас есть 12 секций. В каждую из секций ходят ребята. Потом в каждой спартакиаде, который участвует, также начинают они там тренироваться. По поводу тренировок. Я же тренирую баскетбол. И сам же продолжаю заниматься этими тренировками. И играю в играх. Тогда давайте побудем на тренировки по баскетболу. Большой популярностью в колледже пользуется баскетбол. Желающих заниматься данным видом спорта так много, что в 2019 году собралось сразу две команды. Это сборная колледжа по баскетболу и команда баскетбола Дуголь. На днях сборная нашего колледжа провела товарищеский матч с командой Чебоксарского политехнического колледжа имени Никольского. В нем сборная ЧМК одержала победу. И нам выдалось взять небольшое интервью у основных игроков состава. Ты являешься членом команды сборной ЧМК. Можно узнать, сколько лет ты занимаешься баскетболом? Я, как и все, начинал со школьной сборной. Когда окончил 9 класс, поступил в ЧМК. Узнал, что понял, что здесь нужно тренироваться еще жестче. Уровень игры намного поднялся. Естественно, тренировки стали усерднее и занимать очень много времени. Слушай, привет. Можно узнать, сколько лет ты занимаешься баскетболом? Больше семи. Ага, интересно. Можешь побольше рассказать про свое становление? С какими лет ты начинал? И планируешь ли дальше? Я начинал еще в школе, с третьего класса примерно. Все началось там с первого броска. Просто попробовал и уже затянул. Потом попал в ЧМК. И до сих пор играю за молодежную команду «Дюбоксарский ястребов». Сейчас выезжаем на первенство «Дюбл». По всей России боремся за медали. Пока что вот недавно сыграли на первенстве Чувашской республики. Заняли первое место. Слушай, это очень интересно. Спасибо тебе большое. В прошлом году наша команда стала четвертой в Чувашии. Ну, а мы желаем им не останавливаться на достигнутом и идти только вперед для достижения более высоких результатов. Продолжаем общение с гостями в студии. Алексей, расскажите о каком-нибудь интересном случае во время тренировок или соревнований. Ну, на первом курсе я так как хорошо, быстро бегаю, занимаю, также отлично стреляю, подтягиваюсь больше 20 раз. Меня взяли в команду «Орленок». И на финальной стадии в середине июня, получается, мы выезжали в Цивильск. И нам необходимо было сдать норматив по плаванию. Но тут выяснилось, что я, к сожалению, не умею плавать. И таким образом я подвел свою команду. Подвел не только в общем зачете, но и в гонке, как говорится, командиров. Командир шагает впереди. Наша команда заняла последнее место по плаванию. И это было очень грустно для меня. Но сейчас я каждую пятницу хожу в бассейн. И уже потихоньку научился плавать. И я этим очень горжусь. Ну, наверное, вот и все. Хорошо. Алексей, расскажи о своих целях на будущее. Ну, на данный момент у меня первый разряд по лыжным гонкам. И мне бы хотелось получить первый разряд по биатлону. И в предстоящем сезоне я бы хотел выполнить этот разряд. Но я не хочу останавливаться только на первом разряде. Я хочу взять кандидат мастера спорта. Но для этого необходимо выезжать за пределы Чуваши на первенство и чемпионат России по биатлону среди юниоров. И там необходимо войти как минимум в топ-20 сильнейших биатлонистов страны. Но надеюсь, я смогу выполнить этот разряд. Вернее, звание. А мастера спорта слабо? А мастера спорта не слабо. Но за год это нереально, честно скажу. Вот через 2-3 года я буду стараться. И надеюсь, выполню звание мастера спорта России. Ну, надеюсь, потом и смогу взять заслуженного мастера спорта и мастера спорта международного класса. Поздравляю, Алексей. Желаю тебе дальнейших успехов. Ежегодно у нас в колледже проводится более 10 физкультурно-массовых и здоровительных мероприятий. День здоровья. Кросс первокурсников. Турслет-котел. Кубок корпусов. Одним из самых популярных является Кубок вызова. Это командные соревнования между сборными студентов и преподавателей. Розыгрыш очередного Кубка вызова прошел 6 ноября. В этом году была восьмая игра Кубка вызова. По результатам прошлых годов счет был 4-3 в пользу преподавателей. Кубок вызова каждый год проходит среди студентов и преподавателей МЦК ЧМК. Так и в этом году команды боролись за победу в семи спортивных направлениях. Это волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, игра в шашки и игра в дартс. В самом начале по традиции была общая музыкальная разминка, которую с задором провела педагог-организатор нашего колледжа. После чего начались соревнования. Состязания проходили жарко. Студенты не уступали преподавателям. Так и преподаватели не собирались сдаваться. Самым первым заданием для команд было перетягивание каната, где выиграли студенты. Но несмотря на это преподаватели одержали победу в игре волейбол, тем самым сравняв счет. Далее последовал мини-футбол. Преподаватели проиграли студентам, но одержали победу в шашках. После игры в шашки оставалось три спортивные дисциплины. Баскетбол, настольный теннис и дартс. Где преподаватели смогли одержать победу только в баскетболе. После всех испытаний команды поздравили друг друга с хорошим настроением и результатом. В восьмом по счету Кубке вызова студенты одержали победу. Обоим командам были вручены дипломы и наборы к чаю. Диан Андреевич, заниматься спортом – это ваша работа. А чем вы занимаетесь в свободное время? Обычно провожу именно активный образ жизни. Я летом также провожу на улице, играю в баскетбол с ребятами, участвую на соревнованиях уличных 3х3. Зимой же я катаюсь на лыжах, езжу в Казань на сноу-городе прокатиться. В основном активный образ жизни. Гуляю по лесу и за луны. Подходит завершение у нашей программы. Ребята, а разве как же может быть спортивная передача без соревнований? Посоревнуемся? Да, давайте. Я только за. А перед соревнованием приведем разминку. Садимся прямо. Начинаем с поворотов головы. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. Теперь вытягиваем руки перед собой, руки в замок. Тянем вперед. Теперь тянем вверх. Теперь опять тянем вперед. Тянем вверх. Теперь, если позволяет стул, прогибаемся. Можно больше. У меня прямо хрустит спина. Приятно. Ну, это вправляет сквозь позвоночник. Теперь повороты. Руки на плечи, повороты влево, вправо, влево, вправо. Закончили. Хорошая разминка. Пусть и такой кросс пробежать не страшно. Так, а какие соревнования-то у нас будут? Армейрестлинг. Да? О, вот я занимаюсь кикбоксингом, он лучше. Нет, Данил, воркаут лучше, что ты? Да нет, биатлон, вы что, пацаны? О, тут у нас конфликт. Давайте так, кто победит, у того вид спорта будет лучший. Я согласен. Давайте, давайте. Сейчас все узнаем. Встречается воркаут и кикбоксинг. А ну-ка, давай. Давай на счет три. Раз, два, три. Нет, не победил я его. Теперь встречается биатлон и кикбоксинг. Давай, давай. Раз, два, три. И финалисты. Биатлон и воркаут. Давай. Раз, два, три. И победителем стал воркаут. Воркаут? Неожиданно. Так, ребят, давайте еще каких-нибудь пару наводящих вопросов. Может, у вас какие-то к нам вопросы есть? Чем мы, может, занимались когда-то? Как мы вообще попали ведущими, может? Ну да. Как ты вообще пришел в спорт и кикбоксинг? Я, получается, занимался, ну сейчас занимаюсь воркаутом, это уличная гимнастика. Начинал я обычно, просто выходил на улицу, занимался. Получается, вначале подтягивался просто восемь раз, а потом прибавлял. И постоянно менял хваты. То узкий, то средний, то широкий. Также есть за спину, обратный и многое другое. На самом деле это очень интересно, потому что, получается, ты работаешь со своим телом, ты можешь его прочувствовать, это очень приятно. У вас, может, ко мне какие-то вопросы есть? Ну, а вы вот, что можете сказать о спорте? Ну вот сам я, получается, не местный, приехал отсюда из Вурнар. И вот когда поступил в колледж, я начал заниматься кикбоксингом в спортивном комплексе Четры. Вот, активно занимаюсь уже несколько лет. Уже есть какие-то награды. Вот недавно в Казани первое место занял. И вот, это на самом деле полезный вид спорта, мне он очень нравится. И желаю вот каждому спортсмену, который занимается спортом, добиться ему успехов. Вот, где бы это ни было, хоть плавание, хоть шашки, да даже тоже кикбоксинг. Желаю всем успехов. Правильно. Друзья, может, вы что-то пожелаете нашим зрителям? Бегом в зал. Алексей, может, вы? Ну, надо заниматься спортом, потому что без спорта жизнь, как мне кажется, скучна. И побольше ходить в зал, бегаете, прыгаете. Вот и все. Угу. Хорошо. А, давай я. Ребят, давайте смотреть не только на спортивных мальчиков, но и на красивых. Ведь красота должна быть везде. В душе тоже. Да. Я предлагаю провести еще одну небольшую разминку, потому что вот сидеть вот так вот постоянно, это вот, все тело затекает. И давайте, вот как преподаватель, проведем еще небольшую разминку. Давайте. Руки на плечи. Начинаем вращение вперед. По пять раз. Три, четыре, пять. Теперь назад. Раз, два, три, четыре, пять. Так кончилось. Ну, если кто часто сидит, особенно студенты, за столом, много пишет, руки устают, поэтому можно движение пальцев. Замок. Тянем, тянем, тянем. Потом таким образом. Тянем. Потом разминка. В одну сторону распрутим. Потом в другую сторону. Потом встряхивание. Если у кого затекает еще и кисти, и локти, начинаем разминку. Вращение кистями в одну сторону, потом в другую по пять раз, потом локтями в одну сторону и в другую. За этим закончим. Ну что ж, ребята, предлагаю завершить нашу передачу. Предлагаю завершить ее каким-нибудь лозунгом по типу... Придумал. Физкультура МЦК – это дружба на века. До новых встреч! До свидания, друзья! До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова